В целом женщина не должна считать, что у нее психика должна быть терпеливой. Это неправильно в принципе, потому что женщина, она не может быть терпеливой. Она женщина, и она всегда будет иметь очень чувствительность высокую и нетерпеливость. Но если она занята, как женщина, она будет спокойна. Точно так же, как избавиться от лени. Если вы хотите избавиться от красоты, тогда, пожалуйста, можете избавиться от лени. Сама природа женщины, она такая вот, означает лень. Ну как вот, ну как, ну давайте избавимся от красоты. Ведь, к разу, женщина любит за то, что она вот такая. Ну если женщина, женщина, это хорошо же. Но если вы хотите, ну чтобы лень не приобретала такие черты, что вы целыми днями валяетесь в постели, тогда в этом случае я вам дам совет. Включайте отношения и в этом ключе. Договаривайтесь с подружкой, что вы рано встаете, звоните друг другу. Пускай вам подружка позвонит, скажет, ты встала? И скажет, да, я уже встал. А вы еще лежите по селе, вы встанете после этого. У женщины очень сильно работает совесть в отношении. Им нужно отношения, тогда не будет лени. Вот представьте, допустим, у женщины есть ребенок, она будет лениться или нет рядом с ним? Нет, потому что у нее отношения есть. Также можно отношения с подружкой такие же строить. Близкие отношения с подружкой, тогда пропадает лень. Но если себя обвинять все время за то, что я женщина, тогда зачем вообще жить? Пытайтесь узнавать свою природу. Вы родились в женском теле, оно ленивое по природе. Инертное, ленивое, оно любит в постели лежать. Тело так действует. Ничего с этим не сделаешь же, правильно? Но это же хорошо. Женщина расслабляет мужчину. Мужчина очень напряженный по природе. Он приходит домой, его раз расслабило. Почему? Потому что женщина имеет вот эту энергию расслабления. Она крайне цена в обществе. Энергия расслабления женской. Она очень нужна людям. Почему тогда вы беспокоитесь об этом, что у вас это есть? Радуйтесь этому. Можно присаживаться даже вот здесь где-нибудь, на ступенечке. Здесь есть несколько стульев по бокам. Прямо расставляйте их, садитесь. На сцене. Вот здесь. Не стесняйтесь. У нас страшный перегруз по людям. Каждый выживает здесь как может. Кто-то на пол будет садиться, если вы меня видите. Мы не рассчитали залом. Так бывает иногда. Что делать? Хотим, чтобы вы все были здесь с нами. Ну, лучше не стоять. Лучше сидеть, где-то сесть, стоя слушать лекцию нереально просто. Три часа. Садитесь куда-нибудь. Там запретили вот здесь по рядам в проходах ставить стулья. Ну, на сцене-то, мне кажется, там ничего страшного. Да, нам запретили, но в тайком мы все равно находим место, где сидеть. Ну, а что делать? Как узнать, любит для меня мой мужчина? Ну, знаете, если он как бы, если он с вами, вы говорите, мой мужчина, значит, любит. Если бы не любил, он бы был, не был мой мужчина. Просто есть развитые отношения, а есть неразвитые. Допустим, что вы имеете в виду под слово любит? Если вы как бы имеете в виду то, что он смотрит на вас и получает бесконечное счастье, ну, думаю, что в какой-то степени это так. По крайней мере, было с самого начала. Но потом вы же строите отношения, у вас есть недостатки какие-то в отношениях. И эти недостатки тоже он видит, поэтому абсолютного счастья уже не будет. Есть такое понятие, как защитный каркас психический у человека. Этот защитный каркас у женщины состоит из блеска, из красоты. А у мужчины состоит из силы, из могущества. Когда люди начинают общаться, то они видят дальше уже этого защитного каркаса. Сначала мужчина видит только у женщины один блеск, одну красоту. И он как бы в эти все песни там вот как бы... И снова вижу образ твой Мадонна. Ну вот, ну то есть эти все песни, они про этот каркас защитный. Поэтому внешний эффект такой, как бы эффект Доплера такой. Внешний такой. Женский. Но женщина же, она человек, личность. У нее есть недостатки, есть удивительные женские качества, которые тоже в ней есть. И по факту любовь не означает, что мужчина ослеплен женщиной все время. Ослепленность будет какое-то время, а потом она проходит. От любой женщины, какая бы она ни была красивая. Все равно ослепленность проходит со временем. Не надо на это рассчитывать. Это неправильное мышление вообще в целом. Но если вы учитесь служить друг другу и прощать, тогда вы начинаете ценить друг друга. И это и есть любовь. Любовь состоит из трех этапов. Первый этап – терпение. Вы начинаете принимать друг друга характера, черты. В служении это делается. Второй этап – уважение. Вы начинаете чувствовать уже чистоту человека и уважать его за его качество, когда вы служите ему. Потому что только служать человеку можно почувствовать его качество. По-другому никак. И третий этап – это верность. Это уже развитая любовь. Ну, как бы, что вы хотите у меня узнать-то? Как узнать, любит ли меня мой мужчина или нет? Если он рядом с вами, значит, надо трудиться, чтобы между вами было чистое и светлое отношение. А если вы, как бы, спрашиваете, насколько он впечатлен вами, ну, настолько, насколько вы видите это. Я не могу вам ничего другого сказать. Вот, если он смотрит на вас, вот такой теряется совсем, дышит тяжело, значит, он сильно впечатлен. Моя любовь на пятом этаже, почти, где луна? Моя любовь, наверное, спит уже, спокойного сна. Нормально? Ну, потом же будет по-другому немножко все. Зачем беспокоиться на этот счет? Вы уже более 20 лет занимаетесь духовной практикой, и разум ваш становится чище. Означает ли это, что лучше слушать ваши более поздние лекции? Я бы вообще не слушал мои лекции, вот если честно. То есть, я иногда включаю, меня тошнит. У меня такие ситуации были, когда я ехал в машине, и просто там, я занимался своими делами, слышу, что-то, водитель слушает что-то. Я думаю, что-то как-то, что-то не то. Потом прислушался, это мои лекции. Я бы вообще не слушал, если честно, вот сам. Вот, даже сейчас у меня куча недостатков. 20 лет духовной практики и куча недостатков все равно. Это мой ответ. А там ранний или поздний вы будете слушать, я не знаю. Сами решите для себя. Я не открещиваюсь от вас сейчас. Не говорю, что я такой грешный, что вы, если послушаете, отравитесь как бы моими недостатками. Я не открещиваюсь сейчас от вас. Но так же я не хочу лукавить. Если вдохновляетесь лекцией, слушайте. Чувствуете, что ранние лекции слишком неправильные мои, там много гордости у меня, спеси какое-то, неправильное отношение к людям. Не слушайте их. Выберите сами для себя. Если вы вообще чувствуете, что я не дотягиваю до наставника, слушайте тех, кто дотягивает, как вам кажется. Это правильно, так делать в жизни. Я не потеряю отношения с вами в этом случае. Я наоборот приобрету. Потому что цель ведь не в том, чтобы меня все слушали. В том, чтобы люди получили чистую, светлую жизнь, нравственную. Живу в Москве. Карьера успешно сделала личную жизнь и семейную никак не складывается. Не могу забеременеть. 10 неудачных попыток ЭКО. Советуйте, помогите. Супер вопрос. Спасибо. ЭКО – это вспомогательный метод. Беременность наступает от женской силы. Женская сила идет от природы. В Москве нет природы. Здесь камень. Женская сила забеременеть идет от воды и земли, от энергии воды и земли. Для того, чтобы забеременеть, нужна эта энергия. Кроме того, есть тонкие психические каналы, которые засоряются от жизни в мегаполисе, от стресса, напряжения. И они тоже могут помешать. Ну, засоренность это может помешать зачатию. Но есть и положительная информация. С помощью настроя, медитации можно побеждать многие вещи. Например, в квартире можно поставить тазик с землей, ножки ставить на него, и вы контакт с землей получаете, с планетой земля сразу. Потому что память, она соединяет человека. Вы чувствуете землю и можете представить лужок, и сразу пошла эта сила в вашу жизнь. Можете поставить растение в доме. Сам рост чего-то, он также подразумевает и развитие гормональной функции у женщины. Если что-то женщинам же нравится, когда что-то растет рядом. Вот чиночек растет какой-нибудь, и сразу женские функции активизируются. Цветочки растут. И посадите цветочки, пускай что-то растет постоянно у вас в доме. У вас будут женские функции работать лучше. Это не выдумка, я не сочиняю. Но если вы уже 10 лет не можете зачать, тогда вам надо лечиться, а не продолжать зачинать пытаться. Вот сколько раз мне надо проглотить пищу, чтобы понять, что она не идет внутрь? Несколько раз достаточно, да, чтобы потом обращаться к врачу и говорить, у меня непроходимость какая-то. А люди часто думают, что надо 10 лет, чтобы понять, что у меня есть трудности с зачатием. Лечение в данном случае не означает, в полной степени не означает обращаться только к официальной медицине, потому что чаще всего женщина не может зачать, не потому что у нее что-то там заблокировано, снаружи нарушено, киста какая-нибудь или еще что-то. Чаще всего ей не хватает женских сил просто. В данном случае лечение означает лечение травами, лечение корнями деревьев. Корень – это как раз там та сила, которая зачатию способствует. Она и женскому зачатию, и мужскому способствует. Например, рекламная пауза. Мы лечим корнями у нас в центре. У нас много женщин, которые получили возможность зачать ребенка. У нас есть случаи даже такие, что женщина вообще, у нее не было цикла. Она вообще не собиралась зачинать, хотя бы, ну, как бы, чтобы восстановить женские функции. Она не только зачала, она еще и выносила с помощью нашей методики. Родила ребенка. И там тоже во время вынашивания были проблемы. Ну, то есть, если человек сам не может себе помочь, он пользуется силами природы. Если не помогает это, он пользуется силами врача, который знает, как пользуется силами природы. В любом случае нужно или самому себе помочь, или сразу, если чувствуешь, что не можешь, три года прошло, вот не можешь зачать. Все, это уже означает, что нужна помощь. Надо лечиться. Я не противопоставляю свою медицину официально. Если вы почувствуете, врач хороший, он таблетками лечит, тогда это может помочь. Таблетки просто действуют более поверхностно, но они могут помочь тоже. Хороший человек вдохновляет на правильную жизнь. Он не только таблетки дает, он также говорит, делай то-то, кушай то-то, ходи туда-то, делай зарядку. То есть, женщине помогает быть женщиной. И это же самое главное есть. Потому что именно это даст возможность зачать, в конце концов. У нас сейчас ответы на вопросы идут, пока люди собираются. Похоже, уже люди собрались. Поэтому, я думаю, надо начинать лекцию. Лекция, ну, не знаю, зачем вы все прибежали на нее. Она немножко болезненная. У нас света в зале будет? Вообще нет? Или это здесь нет света? Организаторы. А? От вас достаточно сколько? Не, не, не надо вас видеть же. Я для вас лекцию читаю. Надо в зале включить свет, иначе не видно людей. Почему судьба приводит человека в мегаполис? Хочу вам сказать одну важную вещь. Вообще человек должен жить на земле. Должен жить на природе. Вокруг, чтобы были деревья, птицы пели каждый день. Должен жить возле речки, ну, как минимум. Должен жить там, где и растут цветы, деревья. Должен жить там, где может выращивать свои овощи, фрукты. Такая жизнь, она радует сердце. Делает человека здоровым, полноценным, счастливым. Самодостаточным. Делает ли такая жизнь человека богатым? Да, если у него есть на это наклонности. Но здесь уже есть один маленький вопрос. Заключается в том, чтобы быть богатым, для этого нужно работать в какой-то крупной компании, или иметь какой-то крупный бизнес, и так далее. Но в деревнях у нас нет таких компаний крупных, и такого бизнеса, так? А ездить в город на свой крупный бизнес, в свою крупную компанию, из Москвы, ну, как бы представьте, в город ездить в Москву, гораздо хуже, чем жить в Москве. Уж лучше жить в Москве, чем три часа туда, три часа обратно. И это страшно вообще так жить. Теперь возьмем людей, которые живут в деревне. Что они теряют, что они приобретают. Они теряют развитие, может быть, не так много хорошего общения. Они приобретают здоровье, спокойствие. Они приобретают самодостаточность в какой-то степени. Я живу рядом с пожилыми людьми, им по 80 лет. Они практически не болеют. Я живу так на земле тоже. Я жил в Москве 7 лет до этого. И им хватает, вот у них там соток 10, наверное, земли, им хватает, в принципе, на все в жизни. Они даже чуть продают, им хватает и на масло там. Но они пожилые, много, не надо. Но есть люди, которым надо отдавать школу детей, платить за них. Есть амбиции какие-то по поводу их образования. Есть амбиции по поводу того, чтобы, допустим, съездить куда-то, посмотреть дальние края, как люди живут в разных местах, которые нам непонятны. Там где-то индейцы, где-то негры там и так далее. Это же все удивительно, видеть эти места, какие-то красивые дальние края. Для этого все нужны деньги. Так? Что же приводит человека в мегаполис? Деньги, амбиции, желания, успеха приводят. А лучше бы, конечно, приводила не в мегаполис. Допустим, есть города и поменьше, и там, в принципе, конечно, успеха меньше и достаток меньше, зарплаты меньше, но жизнь лучше. Потому что там меньше этой тяжелой энергетики, меньше напряжения. Понимаете, чем больше город, тем больше напряжения создается в этом месте. От людей это все идет. Это же общая следа, общая как бы. Чем выше дом, тем тяжелее там жить. Чем меньше дом, тем легче. Огромный дом и высокие этажи – самая напряженная жизнь. Чем ближе к земле, тем легче жить. На третьей этаже – хорошо, на двадцатом уже очень тяжело. Теперь вы скажете, Олег Геннадьевич, я на двадцатом, на двадцать пятом живу. Ничего страшного. Поймите такую вещь, что первое, что человек должен сделать, он должен принять судьбу такой, какая она есть. Это дает счастье сразу. Знаете, что можно быть счастливым также в Москве. Я жил в Москве, в самом центре. Некоторые как на окраинах живут, еще попроще. А в центре вот самый такой напряг. Центр уже. Там уже на много километров вокруг нет деревьев. Я жил даже, ну, практически нет деревьев вокруг. Ну, то есть в центре Москвы я жил. Так, потому что мы работали на Арбате, и как бы приходилось жить рядышком, ходить пешком до туда, в центре. И я чувствовался хуже, чем сейчас в деревне. Мне было тяжелее, больше сил приходилось восстанавливаться, больше тратилось сил. Мне меньше было перелетов, потому что из Москвы ближе летать. Я же все равно лекции по всей стране читал тогда тоже. Но зато и восстанавливаться было тяжелее. Сейчас перелетов больше, но восстанавливаться быстрее. Но я переехал из Москвы, потому что у нас была возможность уже, люди могли ехать уже в деревню лечиться. А тогда, когда я здесь жил, люди вряд ли бы поехали ко мне в деревню в это время. У нас не было развитой такой структуры достаточно. Итак, смотрите, жизнь в Москве чаще всего это этап жизни просто. Вопрос, когда он закончится, этот этап. Кому из вас нравится в Москве? Жилые проспекты и башни старинные, это Москва. И все мои знакомые, похожие чем-то и разные, это Москва. Не уезжайте. Вам нравится? Никуда не уезжайте. Ездите отдыхать просто. Ездите отдыхать обязательно на природу. Обязательно. Без этого невозможно жить. Но если вам нравится в Москве, оставайтесь здесь. А если вам не нравится, поднимите руку, кому не нравится в Москве. Тогда знайте, что нужно заплатить цену, чтобы уйти отсюда, уехать. Эта цена имеет два аспекта. Первый аспект — это ваша способность получать счастье от духовной жизни. Потому что поймите, что когда человек очень счастлив в духовной жизни, он удовлетворен тем, что у него есть сейчас жизнь. А второй аспект — это духовная сила. Счастье от духовной жизни дает возможность удовольствоваться не так много, удовольствоваться меньшим. Например, где я живу, там нет театров. Но зато есть духовные программы, на которые я хожу. Понимаете? Духовные программы в любом сирии есть. Есть храмы и так далее. Везде. Можно быть счастливым, удовлетворенным очень, чувствовать себя в цивилизации полной, находясь даже в деревне, если у тебя более высокие интересы к жизни. И духовная сила дает человеку развитость, способность получать милость от Бога. А милость означает иметь достаточно средств для жизни, не находясь в крупном городе. Вот, допустим, у нас клиника, мы как бы не находимся в крупном городе. Но люди постоянно едут, они дают нам возможность жить. Хоть мы и живем все на квартирах, все равно хватает возможности жить. Но такая возможность пришла в результате духовности. То есть мы очень сильно развивались духовно. Духовное развитие просветляет человека и дает ему лучше понимание, как ему выполнять свой долг в жизни. И это дает возможность ему быть очень сильно востребованным уже не в крупном мегаполисе, а в более мелком городе. И там тоже достаточно нормальная зарплата получается для него. Итак, я попал в мегаполис, потому что мне нужно развитие. Я должен развиваться в своей жизни. Я должен иметь нормальную зарплату, нормальную работу, нормальные возможности выживать, жить в этом мире. Там, где я жил до этого, не было таких возможностей. Так или нет? Большинство людей сейчас в Москве из-за этого. Некоторые просто здесь живут, родились в Москве. Ну нормально. Вы, значит, чувствуете контакт с природой здесь, даже в этом каменном городе. Все равно у вас есть чувство вот этой родины. У вас есть эта сила, возможность быть здоровой здесь. Это все идет чисто от памяти. Если у человека память чистая, светлая, он может чувствовать природу, даже когда ее мало. Это все возможно. Бывают люди, которые в деревне выросли всю жизнь, и здесь они не чувствуют природу. Им тяжелее. Но человек не может быть здоровым, если он в сердце неудовлетворен. Неудовлетворенность, она возникает из двух вещей. Первая вещь – это ритм города. А вторая вещь – это ваша способность быть вне ритма этого города. Ритм города заставляет жить внутри этого ритма. Ритм Москвы разрушительный по природе. Он не дает счастья. Я заметил, что когда я приезжаю в метро, ну как бы, и побежал. Ты думал, что я бегу-то, у меня им достаточно времени. Я не знаю, что я бегу, все бегут, а я бегу. Ну а если даже я и захочу идти медленнее, то мне сказали, что ты что тут толкаешься, давай иди нормально. Чего делаешь такой вид тут ходишь? Иди нормально, как все. Но можно бежать, допустим, ногами и при этом плыть умом. Можно. Для этого надо знать как. Включайте наушники в уши везде в Москве. Не доверяйтесь тому, что вас разрушает. Включите наушники, живите внутренней жизнью, слушайте духовную музыку. Везде. Не бойтесь этого. Не бойтесь, что на вас неправильно посмотрят как-то. Все люди, которые хотят выживать в Москве, посмотрите, они в метро заняты тем, что не читают книги. Кто-то всем улыбается, стоит. Это тоже правильное занятие. А если он нафиг смотрит плохо, это неправильное занятие. Если влияет, то тогда слушайте лекции. Если влияет так же на слух и влияет на зрение, тогда щупайте что-то хорошее. Если так же на тактильное чувство влияет, тогда нюхайте что-то хорошее в метро. Если меня влияет так же на обоняние, тогда можно еще что-то жевать. Есть пять чувств. Выберите одно из пяти чувств. Пять чувств, они успокаивают ум. Самое сильное чувство – это чувство слуха. Оно дает человеку победу над судьбой. Поэтому слушание самое главное. Если человек слушает и еще повторяет, он вообще просто супер побеждает судьбу. Повторять можно шепотом. Не обязательно двигать губами даже. Если вы чувствуете, что у каждого человека какое-то чувство, оно слабее работает и устает быстрее. Допустим, если вы чувствуете, что зрение устает у вас в метро, у меня вот так, тогда лучше через слух. Если и слух, и зрение устают быстро, тогда возьмите какой-то духовный предмет, допустим, и просто держите его в руке и с ним едьте в метро. Нет, я думаю, что вредно это или нет? Вот в какой момент, а не то, что, соответственно, устают. Просто я не читал, что когда ты читаешь, я эту книгу читаю, и все, поэтому, ну, главное… Устают, да, носятся? Вот, это вредно, как вы читаете. Это у вас, как вы читаете? А что, вот давайте, как бы, ну, жить вообще вредно, в целом. Особенно в Москве. Вот честно, вот скажите себе, жить в Москве вредно. Ну, допустим, ехать в метро вредно. Глаза трясутся хоть так, хоть сяк. Ну, а у них людей, как бы, глаза трясутся, и это они не страдают, когда читают, потому что у них, как бы, крепкая структура там психическая. Некоторые психические каналы перегружаются у человека по природе. Вот, допустим, вот поднимите руку, кому в Москве, ну, как в метро, читать тяжело. Поднимите руку. А теперь оставьте руку те еще, кому и слушать вместе с этим тяжело, и читать, и слушать одновременно. Уже меньше, видите? Вам надо знать, что-то нюхать, трогать или жевать. Я не смеюсь, я серьезно говорю. Потому что, если человек не занимает свой ум, значит, он находится в состоянии, в котором ум займет кто-то другой. Вот вам... А, из-за жаркости, да? А, в чем? А если потемнеет? Или вообще не потемнее? Пока светло. Ну, ладно, хорошо, я понял. Потому что сейчас свет включить, жарко будет очень. Да, согласен. Ну, будем так, полутьме немножко. Ну, ладно, в общем, я вас не веселю, я вам говорю серьезные вещи. Слушайте меня внимательно. Если человек едет в метро и не занимает позитивно свои чувства, он разрушает свое здоровье. Если он едет в метро и чувства позитивно занимает, то надо понять, какое чувство занимать, чтобы это было комфортно. Потому что у одного человека легко слушать долго, не уставая, другому легко читать. Это два главных чувства, которые связаны с разумом и с умом. Но есть другие чувства, если даже вам это и тот тяжело, тогда просто некоторые, знаете, шарики какие-то такие магические крутят в руке. Это тактильное чувство так действует, это крутая штука. Можно взять просто какой-то предмет, освещенный, духовный, сильный, и просто держать в руке как-то там, что-то с ним делать. Это с помощью тактильного чувства человек успокаивает ум. Ну, постоянно что-то желать, может быть, это не самый лучший вариант. Можно нюхать что-то. Есть запахи возвышенные, да, есть освещенные запахи. Но опять это тоже непрактично. Лучше всего использовать всего два чувства. Это или слух, или зрение. Выберите одно из двух. Можно оба завлекать вместе. Я, например, оба использую. Я и слушаю. А? А если вернуть микро, то как все? Супер. Или молиться. Вот, хорошая идея. Берите четки в руки. Занимайте тактильное чувство. И на четках. Я желаю всем счастья. Раз, следующая четкая бусинка. Я желаю всем счастья. Если нет никакой веры. Или молитву прочитали, следующую молитву. Шепотом. Но не все смогут это делать, потому что людей часто не хватает силы внутренней. Поэтому лучше всего что-то впитывать в себя в метро. Это означает слушать лекции, увлеченные, интересные лекции. Не сильно нагруженная информация, а именно интересные. Понимаете, цель проездки в метро – это выжить там. Сделать так, чтобы оно тебя не убило, чтобы оно не дало тебе вред для здоровья. Чтобы вреда не было, для этого нужно контактировать с чем-то интересным. А если дремать сейчас очень много людей, спят в метро? Это неправильно. Когда человек спит, он получает сразу от среды, в которой он находится, все ее воздействие. То есть он не защищен становится. И нужно или слушать, или смотреть. Можно и то, и другое вместе делать. Если у человека он вдохновлен сильно, тогда он может что-то произносить. Означает, у него много силы. Он из себя как бы это все выводит уже. А лучше одновременно слушать духовный голос возвышенного человека и читать молитву одновременно. Но это, понимаете, можно в среде делать, которая имеет чистоту. Метро – это не чистое место. Я даже в самолете мне очень трудно молиться. Я чаще всего смотрю что-то или слушаю. Но я в самолете как бы, молиться очень тяжело. Это надо чистую атмосферу иметь для этого. Нормально. Но это как бы, если не можете не дремать, то приходится дремать же, правильно? Не то, что вы это выбрали. Так у вас просто нет выхода. Вы как бы устали сильно. И вот так нормально. То есть вы находитесь под влиянием этого звука. И так как бы в космическом пространстве таком как бы едете. В своем, да? В своем чистом возвышенном, да? Нормально. Но если вас вдохновит что-то, духовная информация какая-то вдохновит, и вы будете вот так слушать ее в метро, это самый идеальный вариант. Находить себе что-то, чтобы слушать метро, чтобы сильно вдохновляло. Вы будете спасать себе здоровье. Потому что здоровье в Москве человек в основном портит в переездах. И поэтому я так много этой теме уделяю внимания. Да, человек едет не в том даже проблема, что его трясет. Думаете, это главная проблема? Главная проблема не в вибрации, а в том настроении, которое вас люди окружают. Болезни начинаются с настроения. Попытайтесь понять, как работает психика человека. Каждая клетка психически питается от энергии счастья. Энергия счастья является основой для того, чтобы быть здоровым. Энергия счастья, слово счастье переводится так же сейчас-я. То есть я существую прямо сейчас. Прямо сейчас я должен быть удовлетворенным. А не завтра или послезавтра. Люди, когда едут в метро, они чем занимаются? Они думают о том, когда я приеду. То есть он переводит сознание в будущее. А надо стать удовлетворенным прямо сейчас в метро, а не в будущем. И тогда у вас появится сила и здоровье внутри. Вы должны в Москве быть всегда удовлетворенными. Идете вы куда-то. Но так как город наполнен негативом, поэтому всегда, когда вы не находитесь в знакомой вам обстановке, включайте звук святого человека или лекцию какую-то возвышенную. Или смотрите что-то завлекательное, нравственное, хорошее. А когда долго наушники делают, голова потом... Ну тогда переключайтесь с наушников на смотреть, что-то читать. Голова кружится от чтения, опять на наушники. Что-то надо делать, как-то надо выживать. И то устали, то делали, начали молиться. Можно переключаться с одной деятельностью на другую. Но если вы просто сидите и дремлете, это неправильно. Вы хватаете атмосферу, в которой вы находитесь. Атмосфера всегда негативная. Или почти всегда негативная. К автомобилю так же относится. Вы едете в автомобиль, и вам надо следить за дорогой. Включайте лекцию параллельно. Может быть вы ее не поймете в это время, но вы получите настроение от нее. Вы в своем настроении будете находиться, понимаете? Включайте духовную музыку. Не находитесь под влиянием ситуации, понимаете? Иначе она вас прибьет. Понятно, почему судьба приводит к мегаполису? Ну, Олег Геннадьевич, а вот кто здесь родился? Я не знаю. Я деньги не заказывала. А вот, знаете ли, я не знаю. Ну, вы хотите здесь жить или нет? Нет. А муж хочет. Или как теперь жить? Жить с мужем здесь вместе. Принять город. Принять город. Принять Москву. Принять. Первая стадия победы над судьбой – это принятие. Судьбу сначала надо принять. Чтобы ее принять, надо духовную силу достаточно иметь. Чтобы иметь духовную силу, надо ее впитывать, как губка впитывает воду. Первая задача для вас – слушать. Вот вы сейчас смотрите на меня, и вы как бы в отчаянии, в негативе. Я 7 лет слушаю, как плохо. Смотрите, мегаполис. Нет, я вам цветочек подарю. Если муж не воздражает. А вместе с цветочком я хочу вам подарить веру, что у вас хорошая, счастливая судьба. Надо понять такую вещь, что что Бог дал, то и хорошо. В этом мире нет ничего плохого. Здесь есть только хорошее всегда. Только хорошее. Просто путь к счастью, он имеет разные трудности, препятствия. Может быть, кто-то в мегаполисе станет счастливым. У меня много верующих людей, друзей, которые счастливы здесь жить и никуда не хотят уезжать. Они здоровые, счастливые, полноценные, развитые. Они находят возможность получать силы здесь. Бог дает им такую возможность. Но если вам Бог не дает такую возможность, вы страдаете здесь, тогда есть выход. Нужно наполняться. Не в негативе находиться и истерике катать, что мне здесь плохо. Уберите меня отсюда. А наполняться. Поддышаться так, почувствовать, что все хорошо. Попытаться принять судьбу. Первая стадия счастья – это принятие судьбы. Я бы вообще хотел, чтобы на лекцию приходили люди, которые считают, что у них все хорошо. Потому что, когда приходят люди на лекцию, когда считают, что у них все плохо, то это передается мне, а я уже лекцию не могу читать. Начинаю чувствовать, что тоже все плохо. Вроде молился сегодня, но если все плохо, тогда, может быть, ее и не читать. Но если я верю, что Бог милостив, то я восстаю против этой идеи. И говорю, что мне дороги те люди, которые приходят на лекции. Как бы они ни настроены были, я все равно переварю это настроение. Смогу им помочь, и они будут счастливы, и я буду счастлив под конец лекции. И все смогу, я клятвы не нарушу. Принятие судьбы, понимаете или нет? Девушка с цветочком. Смотрите, какой хороший муж у вас. Он пришел на лекцию, представляете? Вот поднимите руку у женщины, у которых муж, наверное, никогда на лекцию не придет. Смотрите в зал, а у вас пришел. Представляете, какой хороший у вас муж. Вы сейчас об этом думаете или нет? Нет, а почему? Я хотел, чтобы он попросил, как здесь плохо жить. И он, ну, понятно, что вы хотели послушать, чтобы он послушал, как здесь плохо жить. Но у Бога же другие планы. Он, наоборот, как бы хочет вам дать знание о том, как здесь жить хорошо. Потому что рядом с таким человеком можно жить где угодно. Так или нет? Разве не так? Видите, проблема не в Москве получается. И не в том, что муж хочет здесь жить. А почему вы так решили, что я обязательно ругать Москву буду? У нас такой план был, да? А у Бога свой план. Видите, проблема ведь не в Москве, а в сердце человека. Если мы настроены на негатив, если мы не принимаем то, что нам Бог дал, Бог дал хорошего мужа, Бог дал людей вокруг хороших, общение духовное. Бог столько дал всего здесь, в Москве. У меня в Москве все самое лучшее в жизни началось. Именно в Москве здесь, а не где-то в другом месте. Все самое светлое в моей жизни начиналось в этом городе. Все внутренние, как бы внешние возможности, все в Москве. Но для этого надо было принять город. Город принять очень трудно, потому что много негатива, много трудностей, мало природы, мало хорошей среды. Но если вы думаете, что цель вашей лекции заключается в том, чтобы больше возненавидеть этот город, тогда моя лекция не поможет вам жить. Достаточно вам этот город не любить хотя бы месяц, и вы заболеете очень тяжело. Потому что здоровье приходит человеку, когда он принимает то, что ему дает Бог. Городом управляют силы, которые дают могущество всей России. Но так как атмосфера тяжелая в целом, как бы в России и вообще везде у нас в стране, то и в Москве, естественно, атмосфера тяжелая, потому что ответственность большая на этом городе висит. Но если вы будете удовлетворены жить здесь, то вы самое лучшее от этого города получите. А что в этом городе самое лучшее? Влияние. Человек, который находится здесь, он очень влиятельную силу имеет. Влиятельный человек. Все знают, что москвичи более влиятельны, чем все остальные. Вы получаете социализацию. Человек, который живет в большом городе, он имеет возможность любить людей. Людей же много, океан людей вокруг. Если ты их не любишь, то ты просто здесь сгоришь. Часто люди в деревнях, они дичают, как бы они становятся несчастными. В Москве не одичаешь, точно. Здесь океан людей вокруг, много людей. Получаете, самое лучшее все, что есть вообще в стране. Самые лучшие театры, самые лучшие лектора. Я в Урюпино не езжу лекции читать. Езжу в Москву. Также много моих друзей тоже. Есть плюсы. Но сейчас мы говорим о чем? О двух вещах. Первая вещь, что в Москву человек попадает из-за того, что ему надо сдавать экзамены. Экзамен внутреннего развития. Если муж должен работать здесь, это тоже внутреннее развитие для женщины. И просто капризы здесь не помогают. А молитва, работа над собой помогает. Она просветляет пространство семьи. И тогда, возможно, у мужа появляется возможность действовать в другом месте. Мужчина не может вот так просто поменять свою жизнь. Взял его, куда-то уехал. Куда он уехал? Ему же надо семью кормить. А если Бог ему даст такую возможность иметь, такую возможность в каком-то более маленьком городе, где спокойно жить, спокойнее, тогда это значит, что вы сдали свой экзамен уже, а не он. Часто женщина думает, что просто нажав на мужа, она решит проблемы своей жизни. Это неправильное мышление. Муж так же скован судьбой, как и вы. Разницы никакой нет. Не надо думать, что он, если сделает какой-то шаг, то тогда вам станет легче. Это неправильное мышление. Ваша судьба внутри вас находится. Если вы выполняете свой женский долг, он развивается рядом с вами и выполняет свой. Не то, что он недоразвитый. Вы развиты одинаково, абсолютно с ним. Каждый человек в этом мире недоразвитый. Каждый человек должен развиваться больше и получить больше возможностей также в жизни в результате развития. Самое первое развитие — это духовное развитие. Духовное развитие означает принятие судьбы. Это самый первый признак того, что человек духовно развит, он принимает свою судьбу. Как только человек принял судьбу, это значит, что его судьба по отношению к Москве и жизни здесь продвинулась на один шаг вперед. Станьте удовлетворенными прямо здесь, в этом городе. Не бойтесь его. Если я не люблю Москву, допустим, я приехал в гостиницу и сижу в ней, никуда не выхожу. А если я люблю, то у меня такая ситуация была. Я приехал лекции читать, меня поселили в какой-то гостинице, я по карте смотрю, рядом парк и какое-то озеро. Я пошел сразу в этот парк, там много людей, естественно. Ну а я как бы людей не стесняюсь, видите, большой зал, нормально себя чувствую. Я взял, как бы разделся, хотя там никто не купается, и пошел в это озеро. А там в этом озере вот грязь прямо, ну, выше, чем по колено. И пузыри идут снизу. Я такой встал, раз посмотрел, супер просто, как раз те грязевые ванны, которые я мечтал давно. Народ весь обалдел, как бы. Я иду туда, смотрят пузыри вокруг, как бы. И я весь в грязи, а я счастлив, я как раз получил, так бы надо было на курорт ехать, а тут прям вот тебе грязевое озеро, как раз то, что мне надо. Я встал там в этой грязи, стою, счастлив, желаю всем счастья. Народ сначала, как бы, он как бы всегда, ведь то, что непонятно, оно сначала вызывает страх. Сначала все такие смотрели, а потом улыбаться начали тоже такие как. Москвичи же, они юморные все, как бы, они смотрят такие, все довольные, все счастливы в результате вокруг. Один человек получает счастье, все остальные. Не бойтесь города. Есть деревца вокруг. Идете по проспекту, раз, встали к дереву. Всем смешно, они смотрят на вас, смеются. А вы тоже смеетесь на них смотреть. Представляете, какой эффект? Встали к дереву, стоите, желаете счастья всем. Все вокруг смеются, и вы смеетесь. Это Москва. Здесь надо быть таким. Надо быть сильной личностью, понимать, не бояться быть счастливым. Я помню, такая ситуация была, что мы ехали в метро с Максимом, который мне помогает, здесь консультацию проводит. И просто смеялись в метро. Народ такой от нас всех задвинулся, может, мы террористы здесь смеемся. А потом все начали тоже смеяться, потихоньку улыбаться, все стоять вокруг. И атмосфера такая счастливая стала. Надо принимать судьбу, мои хорошие, учиться. Это единственный способ нормально жить. А если вы не хотите этого делать, тогда этот город вас разрушит. Этот город, он так соткан, что здесь два варианта всего есть. Или ты живешь в его ритме и принимаешь судьбу, или ты будешь сильно болеть. Одно из двух. Вот это я вам могу точно сказать. Одно на сто процентов. А сейчас, может быть, вы не увидите, здесь большой зал, но услышать точно услышите. Это человек едет в метро, и он просто едет в метро, ну, в электричке, и начинает смеяться. И постепенно народ весь просто укатывается вокруг. Понимаете? Ну, то есть, это признак того, как сила человека... А потом он в следующий поезд зашел, то же самое начал делать. Так, как сила человеческая действует на сознание других людей. И как человек побеждает судьбу. В электричке. Все сидят на него такие, они отодвинулись все от него. Это уже через пять минут. Зашел человек, все испугались. Масфера поменялась. Секретно он начал опять. Нет, секретно. И этот тоже начал потихоньку тоже. Он сначала испугался, куда он попал. Потом начал смеяться тоже. Потом на одной из станций он вышел, сел в другую электричку и тоже начал там смеяться. И вот цель просто делать счастье людям и все приносить. Он для этого ездил там. Здесь или ты хочешь совершить подвиг, или тебя раздавит. Одно из двух. Понимаете? Есть только два варианта здесь жить. Потому что это город такой. Он предназначен для того, чтобы сдать экзамен. Понимаете? У вас нет вариантов не сдать. Нет вариантов не сдать. Есть два варианта всего сдачи этого экзамена. Первый вариант. Вас принимает Москва, и вы чувствуете себя здесь счастливым и здоровым. Поднимите руку, у кого такое чувство. Все. Сдали. Второй вариант. Это так жить, чтобы судьба дала возможность уехать туда, где много деревьев, травы и воды, природы. Солнце. Кто-то говорит, нет, солнце, Олег Геннадьевич. Пожалуйста, солнце, нет проблем, я не против. Кто-то говорит, нет травы. Хорошо, пожалуйста, трава. Нет, лес, лес, Олег Геннадьевич. Заповедный мотив. Пожалуйста, Беловежская пуща. Нет проблем. Вот что вам положено по судьбе, то и получите. Все до одного. После того, как вы сдадите экзамены свои. Три стадии. Первая стадия. Принять город, в котором ты живешь, и судьбу. Радоваться здесь жизни. Для этого есть целая наука, как это делать. Я для этого сюда приехал, чтобы вам рассказать, не какой плохой этот город, а как здесь радоваться жизни можно. Я начал уже это делать, но так как много негатива, говорит, Олег Геннадьевич, нельзя в метро читать книги. А помирать можно в метро, не читая книги? Вот о чем подумайте сначала. Я не про вас говорю, кто вопрос задал. Я понимаю, что вы как бы не с этим настроением. Я просто говорю вот об этом. Надо жить здесь, в этом городе. Жить как можете, понимаете? Следующее, что я вам хочу сказать, это то, что вовлекайтесь в настроение, которое побеждает судьбу. Здесь вот, допустим, слушать лекции, подобные моим, это определенное настроение. Когда человек в него вовлечен, он получает друзей похожих, получает эту среду, атмосферу, он в ней живет. Это как на какой-то волне, понимаете? Есть разные радиостанции. Одна такую атмосферу дает, другая на какой волне ты находишься, так ты живешь. Слушайте лекции вот эти, живите на светлой стороне. Ну, как бы это реклама Билайн. Ну, слушать, жить на светлой стороне, означает слушать лекции хорошие. Вот. Ну, то есть, это первое, что я вам хочу сказать. Вовлекитесь в процесс, спасающий жизнь. Есть другие процессы, не только лекции. Например, клуб любителей бега. Или еще что-то там, понимаете? Вот, допустим, это же Москва тоже. Я вам сейчас покажу, как настроения правильные. Они побеждают вообще все вокруг. То есть, они создают такую силу, которую невозможно вообще победить, преодолеть. Это тоже сила исходит из Москвы. Она вышла из Москвы, и она в ней всегда будет жить. Если вы влечете все эти процессы, тогда вы станете здесь, в Москве, счастливым. Потому что Москва законодатель мод. И здесь эти процессы мод или жизни, они очень сильно и ярко существуют для тех, кто хочет жить смело. А если вы хотите жить смело, вовлекайтесь в такую смелую жизнь. Так что знайте, что пессимизм это не способ жить в принципе. Есть несколько настроений, которые дают человеку победу в жизни. Одно настроение, это настроение работы над собой, которое вы можете услышать на моих лекциях. Эта волна должна захватить каждого человека. Не обязательно мои лекции. Любые лекции, которые дают желание работать над собой. Следующая волна, это волна здоровой жизни. Вот сейчас вы услышали эту волну. Войдите в это настроение. Будьте просто солидарны с теми людьми, которые бегают по Москве по утрам. Будьте солидарны с людьми, которые зарядку делают, несмотря на большой мегаполис. Будьте солидарны с людьми, которые по телевизору делают зарядку дома, потому что кто-то ее показывает. Есть такие каналы, где зарядка есть по утрам? Но вы же москвичи, вы же люди волны. Вы же люди большого количества людей. Найдите свою волну. Включите по утрам, найдите тот канал, где зарядка. Раз, два, три, четыре. Найдите этот канал. У вас нет своей силы делать зарядку, потому что мегаполис сжирает силы. Но зато у вас есть социализация, у вас есть сильная способность быть вместе с кем-то. Попадите под волну. Знайте, что это и есть победа. Некоторые меня спрашивают, как рано утром вставать? Попадите, найдите волну, кто рано утром встает. Пускай эти люди вам звонят и говорят, ты встала или нет? Я уже встаю. Все, вы уже встаете рано, вам не надо напрягаться самим. Включили телевизор, там раз, два, три, четыре. Вспомните социалистическую жизнь. Радио решало все вопросы. Человек включает радио. А сейчас утренняя зарядка. Встали прямо. Руки на ширине пояса. Раз, два, три, четыре. Наклоняемся. Живее. Это же означает сила. То есть целая страна там наклоняется живее. Представляете, это дает здоровье людям. Потому что человек увлекается в правильный процесс. Человек не может сам это сделать. Но если вы не можете сами, тогда вовлекитесь в правильные процессы. Мне говорят, у меня усталость постоянно. Но вы не в тех процессах находитесь. Что вы включаете? Новости о войне. Ну хорошо, смотрите войну. Пускай вас убивают каждую секунду. Броневиком переезжают вам через горло. А если хотите быть включенными в здоровье, тогда другие новости надо включать. Ведь есть много разных новостей. Есть, например, зарядка где-то идет, а где-то молятся, где-то поют, где-то смотрят нравственные фильмы, где-то обсуждают возвышенные вещи. Конечно, у нас много сейчас негатива, но у нас есть и позитив. Вот, например, я могу точно сказать, что ни в одной стране мира, ну кроме очень религиозных, ну вот ни в одной западной там, ни в Америке, не собирается столько людей на нравственные лекции. Это я вам точно могу, сто процентов сказать, потому что я везде там езжу. Если пятьдесят человек придет, слава Богу. Нам зала не хватило, понимаете? Субтитры сделал DimaTorzok